В Чечне 15 вооруженных мужчин избили экологов из Ингушетии. У них отобрали машину и заставили плыть по реке. Я еще раз прочту, это не новости от Панорамы. Это факт. В Чечне 15 вооруженных мужчин избили экологов из Ингушетии. У них отобрали машину и заставили плыть по реке. Все произошло 21 мая. Экологи из ингушского заповедника Эрзи, профессионалы, которые делали свою работу, проводили плановый обход территории и заехали на землю Чечни. По словам мужчин, на посту около Бамута их встретили чеченские полицейские. Правоохранители, ну, я думаю, это слово здесь не совсем уместно, и тем не менее, забрали у экологов телефоны и документы, после чего настойчиво попросили возвращаться обратно в Ингушетию без телефонов, без документов. Сотрудники Эрзи, заповедника, поехали к реке Фартанга, которая протекает по границе двух республик. Внезапно им навстречу вышли 15 вооруженных мужчин, незнакомцы вытащили экологов из машины, избили их и заставили переходить реку вплавь. Пустую машину расстреляли и сожгли. После избиения мужчины обратились в больницу и написали заявление в полицию. Теперь, внимание, переходим на сайт местного МВД. По факту задержания 21 мая текущего года в районе реки Фартанги сотрудников ФГБУ, Государственный природный заповедник Эрзи и повреждения их имущества, МВД по республике Ингушетия совместно с МВД по Чеченской республике проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Так вот я почему вам сейчас об этом всем рассказываю? А потому что прошло уже больше двух недель, никаких результатов нет, уголовное дело не возбудили. Если вас останавливают на улице и отбирают мобильный телефон, это называется разбойное нападение. Если вас при этом избивают, отягчающие обстоятельства нанесения телесных повреждений. Расстреливают, сжигают автомобиль, еще более серьезные обстоятельства. Это сделали люди в форме сотрудников полиции, еще одно отягчающее обстоятельство. Эти все люди должны сидеть. Какая проверка? Какой факт повреждения имущества? Это конкретные составы уголовных преступлений. Рамзан Ахматыч! Правительство Ингушетии, правительство Чечни. Министр МВД Колокольцев, генпрокурор Краснов. Главный следак Бастрыкин. Где вы? Где вы, когда происходят реальные, настоящие преступления, правонарушения? О какой защите нашей природе и экологии вы можете говорить после этого, чинуши вы недоделанные? Экологи делали свою работу. Избили, ограбили, разделили, унизили, заставили плавать по реке. Простите, а у нас Чечня все еще входит в состав Российской Федерации? Почему это зайти на землю одной из республик Российской Федерации? Это какие-то проблемы возникают? Владимир Владимирович, а вы точно терроризм на Северном Кавказе победили? Или все-таки что-то там не так? Стоит ли удивляться, как вольготно чувствуют себя мусорщики в нашей стране? РТ-Инвест, один из главных операторов, который получает наши мусорные сборы, не может оставаться безучастным и спокойно смотреть, какой непоправимый вред природе и угроза здоровью населения создаются в результате продолжающихся пожаров на полигонах. Накануне соцсети и СМИ облетели фотографии и видео о горящей свалке в Башкирии. Также пожары были зафиксированы в Анапе 22 мая, в Якутии 23 мая, в Ростовской области 24 мая, в Челябинской области 25 мая, в Омске 26 мая и так далее, и так далее, и так далее. Мы профессионально оцениваем урон, который был нанесен экологии. Только за последнее время вредные выбросы, по мнению экспертов, составили совокупно сотни тонн высокотоксичных веществ и парниковых газов. При этом за неделю в зоне выбросов вредных веществ оказались более трех миллионов человек. Три миллиона человек имеют риск развития иммунных заболеваний, аллергических заболеваний, кожных заболеваний, глазных заболеваний, легочных заболеваний, сердечно-сосудистых. Три миллиона человек. Друзья, кто за это ответит? Да нет, никто. Это выгодно им. Мы в одном из прошлых роликов обсуждали, что сейчас идет битва. Между Абрамченко и Чемизовым они пытаются определить, кто же получит бабки из госбюджета. Как будет решаться вопрос о будущем мусора российского. То ли это будет мусоросжигание на специальных заводах, то ли это будут мусороперерабатывающие заводы. Ну так вот, когда мы видим пожары на свалках, мы можем сказать, вот видите, они все равно горят. А если бы мы построили хорошенький заводик мусоросжигающий, то оно бы горело, но там были бы какие-то фильтры и выбросов было бы меньше, поэтому давайте строить мусоросжигательные заводы. Я думаю, именно поэтому они все это попускают, терпят. Им это выгодно, поймите. Три миллиона человек заболели, а им от этого только в плюс. Снова вылезает внезапно Валентин Иванович Матвиенко. Обещание спикера Совета Федерации Матвиенко в ближайшее время начать обсуждение экологического кодекса выглядит как попытка перехватить экологическую повестку и закрепить ее на своей площадке. Опять же, почему мы обсуждали вопрос больших бабок. Только так это все и можно объяснить. Вы думаете, что им реально важна природа? Вот Валентина Ивановна, при всем уважении, как она может заниматься экологией? Что такое заниматься экологией в современной России? Это долбать олигархат в первую очередь. Наших нефтяников, наших металлургов, наших угольщиков и многие-многие другие производства, особенно горнодобывающие. Вот Матвиенко серьезно готова пойти против олигархата? Нет. Она готова слегка их так, может быть, скажем, обтекаемо шантажировать. Может быть, мы только фантазируем, да, это ни в коем случае не обвинение. Может быть, она хочет, чтобы ей башляли определенные деньги. Ведь экология это хороший инструмент для устранения конкурентов. Вот мои, например, какие-то нарушения, разливы нефти, выбросы, отсутствие очистных сооружений не заметят. А у моего конкурента, у другой компании, которая мне каким-то образом мешает, заметят, оштрафуют, припрут к стенке, заставят по дешевке распродаться. И я с удовольствием конкурентов куплю с потрохами, удвою свои капиталы, активы, заработаю огромное количество бабок. Это бизнес-логика. Первая проблема с этим экологическим кодексом. Несмотря на сильный общественный запрос на решение проблемы экологии и надвигающуюся думскую компанию, экологическая повестка находится как бы в подвешенном состоянии. Системные партии получили сигнал не актуализировать в своих интересах экологические скандальные кейсы, а пытаться переводить их в конструктивное русло. Ну так мы всегда за конструктивное русло. Например, ШИЭС. По законам российским, я подчеркиваю, по законам, не то что какое-то конструктивное русло, мы требуем хотя бы в законное русло эту ситуацию перевести. С чего все начиналось? Власти якобы провели общественные слушания на самом деле. На автобусах из соседних регионов привезли туда неместных жителей, чтобы они изобразили, сделали вид, что они на все согласны. Согласны на завоз московского мусора. Простите, это нарушение закона. Местные жители должны иметь возможность высказаться. И высказаться против. Имеют право наложить вето на какие-либо такого рода телодвижения местных властей. Вот, вот о чем идет речь. У каждого такого вопроса мы упираемся даже не в то, что местные жители чем-то там недовольны. Это нарушение наших законов. Давайте с этого хотя бы начнем. Давайте у нас Следственный комитет и Природоохранная прокуратура, я напоминаю, у нас целые органы есть. Отдельная, особая Природоохранная прокуратура. Давайте они начнут по закону действовать. Никак им немножечко позволит показать себя олигархат. И купленный олигархатом депутатишки и начальством, высокостоящие прокуроры и следаки. Нет. Давайте у нас заработает наша худая, дырявая законодательная система. Давайте она заработает в полную мощь. Даже с нашими какими-никакими законами можно много шороху навести против этих дельцов, которые гробят нашу природу. Но нет, это никому не интересно. Но усвоена только первая часть сигнала, то есть не актуализировать эти экологические кейсы. Со второй частью переводить протест в конструктив возникает заминка. В результате почти во всех крупных экологических протестах депутаты и кандидаты в депутаты не участвуют, что выглядит как самоустранение. Простите, а в каком вопросе современные российские депутаты и кандидаты в депутаты умеют делать конструктив? Я что-то это слабо себе представляю. Чтобы наши депутаты, особенно ядросы, ДЛДПРовцы, да какие угодно депутаты, чтобы они реально понимали что-то в медицине, образовании, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, в любой сфере. Вы себе это можете представить? Большая часть того же, чем занимаются наши политики так называемые, это пустое балабольство, без какого-либо конструктива, без каких-либо шансов на пользу для страны. Проблема вторая. Будущий экологический кодекс, по-видимому, должен решить две задачи. Закрепить принцип диктатуры природоохранного законодательства. И второе. Исключить экологическое диссидентство и упорядочить экологические конфликты. То есть смысл один, чтобы оппозиция не могла этим заниматься, чтобы только правильные лица светились вокруг экологических проблем. По первому пункту идет дискуссия. Главный вопрос. Надо ли сделать экологическую ответственность обязательно, в виде обязательного экологического страхования? О как! Еще больше бабок срубим с наших предпринимателей. Естественно, олигархи договорятся. У них особых проблем не будет. Не будет же предприятия. Ну вот, например, нарийский никель. Год назад утечка нефтепродуктов. 2 миллиарда баксов они выплатили. 146 миллиардов рублей. 146 миллиардов рублей они должны были выплатить. Есть ли шанс, что такие космические суммы олигархи будут как бы в качестве страховки отдавать государству? Нет, это слишком много. Ну хорошо, нарийский никель мог бы там максимум 50 миллионов рублей оставить в качестве страхового такого депозита. Тут чуть-чуть протекло, там протекло. Вот там из этих 50 мы забираем 5, например. Забираем 15. Ну никак не 146 миллиардов, не миллионов, а миллиардов рублей. Это все мертвому припарка. В реальности они собираются еще больше денег собрать с маленьких бизнесменов, которые пытаются хоть что-то сделать, хоть как-то выкрутиться в этой капиталистической системе. Меня особенно, знаете, в грусть, в депрессию гоняют комментарии, когда пишут, вот эти мелкобуржуазные элементы, предприниматели, они из нас все соки выжимают. Простите, а вы что сделали, чтобы эти люди трудились на народных предприятиях? Создайте народные предприятия, создайте социалистическое государство. И тогда, наверное, предприниматели смогут встроиться в новую систему и прекрасно себя будут чувствовать. Пока вы ничего не сделали, чтобы у нас в стране был социализм, вы не сохранили СССР, многие устраняются от политической активной жизни в современной Российской Федерации, а что на других-то пенять? Что на других-то пенять? Вы чего ждете от предпринимателей? Они, значит, должны бросить свои занятия и стать пламенными революционерами. А может быть вы себя начнете спрашивать? Вы-то что сделали? То есть, да, возможно, через 30 лет, через 50 лет предприниматели вообще не будут нужны. У нас настолько эффективно будет работать государственный аппарат, что и производство космических ракет, и производство цветных носков, все это возьмет под себя государство и будет делать идеально. Вот какие хочешь носки, какие хочешь ракеты, в два счета сделает по самой низкой стоимости. И у всех все есть. И у рабочего, и у инженера, и у академика ядерной физики. У всех все в достатке. Прям вот катаемся, как сыр масли, и предпринимателем никто не захочет быть. Пока этого нет, пока мы живем в этой путинской России, если человек создал предприятие, начал что-то производить, флаг ему в руки. Это не олигарх. Так, большинство предпринимателей, мелкий, средний бизнес, это люди, кто впахивает с утра до ночи. У меня есть такие знакомые, кто это прям, ну... Честно говоря, я когда работал учителем, и мне иногда казалось, что я много работаю, но когда я общался с этими людьми, я думал, упаси меня, Господи! Это люди, которые много работают. И когда от таких людей пытаются вытереть ноги, или когда наши Матвиенко, наши министры, наши экологисты из правительства решают, а давайте мы с них еще больше бабок будем собирать, меня просто ярость берет. Река Вычегда в Архангельской области покрылась грязной пеной. Местные жители винят в случившемся предприятии группы «Илим». Еще одна северная река пострадала от очередного участника списка «Форбс». Я напомню, что компания «Илим» Раньше одним из ее руководителей был Дмитрий Анатольевич Медведев, так что это непростая компания. Целлюлозно-бумажная группа «Илим», которой владеет миллиардер Захар Смушкин, 122-ое место в рейтинге «Форбс», судя по всему, слила в реку Вычегда от хода производства. Сегодня утром рыбаки из деревни Дурицыно, что в Архангельской области, сняли на видео желто-коричневую пену, которую прибило к берегу Вычегды. Пользователи соцсети, где опубликовали ролик, уверены, что источник загрязнения располагается выше по течению в городе Коряжма, Катласский ЦБК, входящий в группу «Илим». О находке сообщили в МЧС, но спасатели переложили ответственность на экологов комбината. Не отреагировал Роспотребнадзор. Пена находится ниже места водозабора, объяснили в ведомстве. Это вообще какая-то дурная шутка. Есть факт загрязнения природного объекта, речки. Почему его не расследуют? Ну, потому что оттуда все равно воду для хозяйственных и питьевых нужд не забирают. Водозабор дальше по течению. Значит, можно загрязнять реку. В чем логика? Или логика именно в том, что это необычная компания, которую, возможно, все еще дует Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, есть такие предположения. Может быть, в этом дело, что чиновники боятся какие-то с ней терки тереть. Ну и напоследок. Знаменитая история с разливом нефти от Лукойла, которое произошло месяц назад, обрастает новыми подробностями. Роснефть может воспользоваться этим обстоятельством для снижения влияния компании на отрасль. Считают, что защитником компании пока еще является Белоусов. Источники говорят, что с самого начала аварии 11 мая быстро поняли, что за антипиаром в отношении Лукойла стоит как раз Роснефть. Это подтвердили источники в медиа. Если по первым негативным репортажам и передачам РЕН-ТВ 5-го канала «Известия РБК» трудно было выявить конкретного заказчика, потому что крупные федеральные СМИ тоже отписались по этой чрезвычайной ситуации, то со второй недели, когда последствия аварии были практически ликвидированы, это, кстати, неправда, но тем не менее, стало ясно, что негатив активно кем-то подогревается, а когда Роснефть, как указывают, напрямую вышла на телеграм-канал «Незыгрь», курируемый, в том числе, администрацией президента, и продавила размещение, как считают, за двойной тариф, примерно полтора миллиона рублей за пост, несколько характерных для себя анти-Лукойловских материалов, все стало предельно ясно. То есть мы с вами, ничто же сумняшися, совершенно искренне говорим, что лукойловцы такие-сякие нехорошие, пусть платят все штрафы, пусть покрывают ущербы, пусть восстанавливают природу, где случался разлив нефти, оказывается, параллельно с нашим искренним возмущением, отрабатывают пиарщики Роснефти, которые хочут обвалить акции «Лукойла», грубо говоря, и выкупить компанию, чтобы Роснефть Сеченовская стала еще больше. Вот так, друзья, всегда надо помнить о том, что в капиталистической системе бабки решают все, и даже за самыми правильными вещами, за мусоросжигание, против мусоросжигания, за нефтедобытчиков, против нефтедобытчиков, за предпринимателей, штрафы для предпринимателей, за что угодно. Всегда нужно искать, кому это может быть выгодно. И, к сожалению, и за, и против может оказаться всего лишь чьим-то интересом. И вовсе ненародным интересом. Вместе мы сила, вместе прорвемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, высказывайтесь в комментариях. Именно ваша активность помогает распространять правду. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok